Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События» в студии Михаил Ермоленко. О новостях за прошедшую неделю расскажем через минуту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перерасчет пенсии работающим пенсионерам, повышение утилизационного сбора и введение цифрового рубля. Какие законодательные инициативы вступают в силу в августе и как они повлияют на жизнь россиян? Сейчас в Самаре в центре внимания подготовка к будущему отопительному сезону. На прошедшей неделе глава города Елена Лапушкина провела специальное выездное заседание штаба и вместе с представителями ресурсоснабжающей компании и подрядных организаций осмотрела ход работ по перекладке труб отопления в Ленинском и Самарском районах города. Делегация также увидела, на каком этапе строительства находится новая котельная в Куйбышевском районе. Андрей Горгуленко продолжит. В районе ГРЭС идет перекладка головного участка Южной тепловой магистрали города. Узкая дорога и близкое расположение зданий создают непривычные условия для работы по техническому перевооружению теплотрассы. Но тем не менее, ресурсники обещают, перекладка будет выполнена в срок. Один участок должны закончить к 10 августа, другой ближе к концу месяца. При этом на время ремонта горячую воду не отключали. Дома запитаны по временной схеме, как и на остальных участках. Сложности сниженные условия, как мы видим, то, что работаем с колес, то есть демонтаж производим машины, все это, места под складированный материал практически нет, то есть материал пришел, сразу с этой же машины производим монтаж. Работы по демонтажу трубопровода и все возможно вести в основном только в ночное время, когда уже поток машин снижается. Этот, а также другие участки в историческом центре города глава Самары Лена Лапушкина осмотрела во время выездного заседания штаба по подготовке к отопительному сезону. Мэр пообщалась с подрядчиками, обсудила с ними технические особенности новых труб, условия и график работ. Все новые коммуникации оснащены специальными датчиками, которые с точностью до метра помогут определить место аварии. Но ресурсники отмечают, что это вряд ли потребуется, так как срок службы труб 50 лет. Глава города напомнила, что все основные работы по перекладке должны быть завершены до 1 сентября. Большинство людей возвращается из отпусков, детей возвращаются со школьных каникул, и для того, чтобы можно было комфортно продвигаться по городу, по центру города, конечно, мы стараемся освободить всю уличнодорожную сеть от всех перекладок. Также глава города увидела ход строительства новой котельной в Куйбышевском районе. Сейчас рабочие заканчивают строительно-монтажные работы. Подключены все коммуникации и смонтировано оборудование. Главная особенность станции – она будет работать полностью автономно. Здесь не предусмотрено персонала эксплуатационного. В дальнейшем планируется, что это оборудование будет полностью удаленно управляться в проекте. Сейчас мы находимся на стадии завершения всех строительно-монтажных работ. Мощность объекта – 120 мегаватт. Этого хватит, чтобы улучшить качество отопления во всех домах Куйбышевского района. После завершения строительных работ начнется проверка оборудования, а затем подключение к городской системе отопления. С 15 августа мы приступаем к пуску наладки. Увы, скорее всего, вынуждены будем заходить в отопительный сезон на станции КНПЗ, но тем не менее, потом быстро переключимся. И, надеюсь, к Новому году у нас уже люди будут получать тепло от новой котельной, современной. В случае, если в Куйбышевском районе появятся новые дома, то котельная имеет техническую возможность для расширения. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Под пристальным контролем властей Самары и возведение других значимых объектов. Минувший четверг глава города Елена Лапушкина проверила, как идет реконструкция бывшего кинотеатра «Россия» и ремонт памятника воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет реконструкция здания бывшего кинотеатра «Россия» в железнодорожном районе города. Объект долгое время пустовал, но в начале июля начались работы. Здание преображается по национальному проекту «Культура». Здесь будет располагаться Самарский молодежный драматический театр-мастерская. «Наконец-то мы зашли на этот объект в железнодорожном районе. Он действительно востребован и нужен. По большому счету в железнодорожном районе не было ни одной большой массовой площадки, где можно было бы собраться людям. На данной территории появится новый культурный объект, который совершенно точно станет точкой притяжения для жителей не только железнодорожного, но и Ленинского района, да и, возможно, и для всего города». Рабочие уже демонтировали отдельные конструкции – кровлю, внутренние перегородки, окна и двери. Убрали и заднюю стену здания, чтобы построить новое сценическое пространство и возвести пристрои по бокам центральной части будущего театра. «Сейчас идет усиление фундамента остающейся части здания и в ближайшем будущем начнем копать котлован под сценное вот это пространство. С котлованами под два пристроя, которые с двух сторон этого здания появляются. Это размером 7 метров в каждую сторону. Репетиционный зал, помещение гримерных, помещение для артистов, офисное помещение». В следующем году «Новую жизнь» подарит и бульвару, который находится рядом с будущим театром на улице Чернореченской. Эта территория заняла второе место в голосовании за благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь обновят пешеходную дорожку, установят скамейки, высадят цветы и деревья. Преображается и памятный комплекс на улице Мичурина, посвященный воинам, погибшим в локальных войнах. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идет ремонт на этой территории. Сейчас площадь закрыта для посещения. Памятник решено сохранить в первоначальном виде, но необходимо заменить гранитное покрытие. «В ходе ремонта будет демонтирована плитка, которая утратила свою стойкость, и будет восстановлена плитка из тех же месторождений, такого же формата – это гранит. Будет уложено заново, причем толщина этого гранита будет несколько больше, чтобы прочность объекта была сохранена на многие-многие годы. Основная задача – вернуть, сохранить первоначальный вид паники, как он был в свое время задуман скульпторами, авторами этой замечательной композиции». Свечи останутся прежние, но под ними обновят мраморные плиты и сделают подсветку. Выложат дорожку к памятнику солдату, он тоже будет освещаться в вечернее время. Мраморные плиты с фамилиями военнослужащих, погибших в локальных войнах, сохранят. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Перерасчет пенсии работающим пенсионерам, повышение утилизационного сбора, введение цифрового рубля и многое другое. В начале августа вступили в силу новые законодательные инициативы. Как они повлияют на жизнь россиян, узнали наши корреспонденты. В России появился цифровой рубль. Это главное навыло в финансовом мире страны. С первого дня августа вступает в силу большинство поправок, которые обеспечат работу платформы цифрового рубля. Ее оператором становится Банк России. Он будет следить за безопасностью переводов и их надежностью. Теперь национальная валюта будет существовать в трех ипостасях – наличная, безналичная и цифровая. Многие задаются вопросом, а зачем нужен цифровой рубль? Я могу так сказать, что откровенно гражданам цифровой рубль на самом деле не нужен. Цифровой рубль нужен в первую очередь государству, потому что это делает систему отслеживания денежных средств максимально простой и понятной. Например, произошла какая-то государственная закупка, допустим, государственный оборонный заказ. И государство с помощью цифрового рубля может, в принципе, отслежить любую копеечку от момента ее выдачи первому самому генеральному подрядчику на уровне Москвы-министерства и до самого последнего физического лица работника и так далее, который эти денежные средства получил, например, от выполнения гособоронзаказа. Точных дат, когда начнется широкое внедрение цифрового рубля, не называется. В Центробанке считают, что граждане смогут начать им пользоваться через 2-4 года. С августа работающим пенсионерам традиционно пересчитают страховую пенсию. Размер прибавки индивидуально и зависит от пенсионных коэффициентов за предшествующий год. Повышение не может превышать 3 баллов, а стоимость одного балла с 1 января этого года – 123 рубля 77 копеек. Значит, максимальная прибавка в этом году – около 400 рублей. Перерасчет производится автоматически. Пенсионерам не нужно писать никаких заявлений. С 1 августа могут вырасти цены на новые машины, ввезенные из рубежа, поскольку повышается утилизационный сбор на легковые, легкие, коммерческие, грузовые автомобили и автобусы в 1,7 или в 3,7 раза. Утилизационный сбор – это, по сути дела, единовременный платеж, который должно платить лицо, которое возит на территорию России новый автомобиль, или не новый, поддержанный, с целью того, чтобы в последующем компенсировать государству его затраты на утилизацию данного автомобиля. И несмотря на то, что обязанность по оплате возложена на дилеров, на юридические лица, фактически все равно платят граждане, поскольку дилеры у нас с автосалона повышают стоимость автомобиля, чтобы компенсировать свои затраты. На прежнем уровне останется размер утилизационного сбора в том случае, если автомобиль вводится гражданином для личного пользования, это единственный автомобиль в течение года, и в течение года он не будет перепродан кому-либо. И объем двигателя должен быть не более трех литров. В августе закончится срок подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от призыва в армию. Речь идет о срочной службе. Данные заявления начали принимать с 24 июля, закончат 8 августа, и за этот срок сотрудники IT-компании должны подать соответствующее заявление через свой личный кабинет на сайте госуслуг. Их работодатель должен это заявление подтвердить, либо если у граждан нет такого личного кабинета, то соответствующий список с указанием данного сотрудника может подать сам работодатель. Далее эти списки отправляются в Минцифры, которые согласуют их с Министерством обороны. Решения по предоставлению отсрочки от призыва будут принимать призывные комиссии в период с 1 октября по 31 декабря. С августа стартовал трехлетний эксперимент по телемедицине, когда пациент может получить онлайн-консультацию у врача и электронный рецепт. Пока в эксперименте участвуют 28 организаций, но их число может вырасти. Это не может быть первичной консультацией, то есть первый раз все-таки человека должен посмотреть, полечить доктор лично. В последующем уже как раз может проводиться онлайн-консультация, могут выписываться рецепты в рамках проведения этой онлайн-консультации, корректироваться лечение. Я думаю, что это будет достаточно удобно для жителей каких-то отдаленных регионов, в котором требуется, например, консультация, прием врача в поликлиниках, расположенных в центрах областных. С августа запускается система электронных российских виз для иностранцев. Заявление на такую визу можно будет подать онлайн не позже, чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда. Сейчас в списке стран, гражданам которых будет доступна такая виза, 52 государства. В него планируют добавить еще три – Вьетнам, Камбоджу и Мьянму. Эта виза будет действовать в течение 60 дней, но давать право на нахождение в России только на период 16 дней. С 1 августа туристы будут платить по 100 рублей в сутки в минеральных водах. Позже такой туристический сбор начнут взимать в Санкт-Петербурге. Возможность введения курортного сбора устанавливается федеральным законодательством, но решение о введении сбора и его размере принимают регионы. По закону сумма не может превышать 100 рублей в сутки. В Санкт-Петербурге туристический сбор планируют запустить с 1 апреля следующего года. Цена квадратного метра в самарских квартирах и домах этим летом в среднем составляет 100 тысяч рублей. Это касается как новостроек, так и вторичного жилья. Стоит ли ждать дальнейшего повышения, снижения или заморозки цен в ближайшее время, узнал Сергей Кизоркин. Купить квартиру в Самаре тем летом не проблема. Предложение на любой вкус. От однокомнатных квартир в центре и на окраине до коттеджей и таунхаусов. Однако не все горожане могут себе позволить улучшить жилищные условия. Не помогает даже ипотека. Если брать обычную нормальную квартиру, среднестатистическую, хотя бы даже в этом районе, то это слишком дорого. Даже во вторичках еще очень долго копить на первый взнос. Но это зависит от стоимости жилья. И от этого будет зависеть и то, на сколько лет брать ипотеку и среднемесячный платеж. Пока что я еще не могу себе этого позволить. Те квадраты, которые предлагают, а-ля там 46-42, и за них 8-9 миллионов. Ну, я считаю, это ненормально. Эксперты рынок жилья этим летом оценивают, как стабильные цены остановились на отметке в среднем по городу и по качеству жилья от эконом-класса до элитного на отметке в 100 тысяч рублей за метр квадратный. Очень много как раз таки сейчас тех, кто пытается успеть в последний момент еще воспользоваться выгодными условиями ипотечного кредитования для того, чтобы успеть приобрести квартиру. Будет ли снижение или повышение цен осенью и к Новому году, спрогнозировать достаточно сложно. Пока цены на жилье в Самаре, по оценке экспертов, заморожены, чтобы рынок недвижимости смог пройти этот сложный период. Продавцы ждут увеличения покупательской способности горожан. Правительство России планирует поднять зарплаты бюджетникам, предоставить финансовые льготы и субсидии определенным категориям населения. Строительные компании тоже не сидят сложа руки. Они предлагают потенциальным покупателям свои льготы. Например, компенсацию затрат ипотечных кредитов. На ближайшие год-полтора, то и два недвижимость у нас перешла в разряд, наверное, роскоши. Потому что позволить себе покупать объекты недвижимости теперь посовременно по существующим ценам большинство населения, наверное, уже не сможет. Даже с учетом ипотечных программ. Самарцы покупают в основном однокомнатные квартиры эконом-классом на городских окраинах в новых микрорайонах. С парковками, детскими и спортплощадками во дворах, магазинами и социальной инфраструктурой в шаговой доступности. Элитное жилье располагается в основном в Октябрьском, Самарском и Ленинском районах. Здесь условия комфорта соответствуют и цене жилья за квадратный метр. В некоторых жилых комплексах она может достигать 300 тысяч рублей. Сергей Кизуркин, Петр Паломеев. События. 2 августа в России отметили День воздушно-десантных войск. Центральной площадкой празднования в Самаре стала Площадь Славы. С подробностями Светлана Тимофеева. Елизавета Изюмова вместе с мужем и сыном утро провели на Площади Славы. День воздушно-десантных войск для семьи особенный. Это большой праздник для нас. У нас отец мужа десантник, муж десантник. Вот сын маленький, надеемся, тоже будет десантником. Воздушная пехота стала собираться на площади задолго до начала торжественной церемонии возложения цветов Горельефа, скорбящей матери Родине. Голубые береты обмениваются новостями, вспоминают забавные случаи со времен службы. Вспоминается, как один боец очень сильно испугался и не захотел выходить с парашютом в дверь самолета. У нас был очень большой выпускающий, он был примерно 2-10 местор ростом, у него были огромные усы, он был старшим прапорщиком. И он этого товарища, он его просто вот так вот взял за шкирку, вот так вот просто оттуда вот так аккуратненько выкинул из самолета, после чего этот боец первым всегда прыгал быстрее всех. Часто аббревиатуру ВДВ расшифровывают, как войска дяди Васи. Герой СССР Василий Маргелов возглавлял ВДВ более 20 лет. Именно он сделал десантников такими, какими они являются сейчас. Благодаря Маргелову формой десантников стали тельняшки и голубые береты. Этот праздник для меня в первую очередь значит голубое мирное небо. И я очень сильно надеюсь, что в очень скором времени это небо снова станет мирным, потому что, как и все остальные воздушно-десантные войска, стоят крепко на страже рубежей Родины, и мы ее всегда сможем защитить, и всегда победа будет за нами. Враг будет разбит, потому что наше дело правое. Слава ВДВ, никто кроме нас. С братиком, братья! После короткого митинга была объявлена минута молчания в память о тех, кто не вернулся из боя. Затем началась церемония возложения цветов. После окончания торжественной части под песню «Расплескалась синева», голубые береты отправились отмечать свой профессиональный праздник. Ты не бойся, синевы, не утонешь. Это сказочная пыль, а не сказка. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Самая летняя ягода. В Самаре наступил долгожданный сезон арбузов. Надежный способ убедиться в спелости и сочности, разрезать и посмотреть. Однако такая покупка чревата рисками. Есть и другие способы проверить, осмотреть, постучать и даже отправить в заплыв. Как выбрать самый вкусный, спелый и безопасный арбуз, расскажут наши корреспонденты. Чтобы тут ногу желтые побольше, чтобы он хрустел внутри. Слышно, когда нажимаешь соком. Хрустит. И кончик, чтобы был сухой. Арбузы выбираю, чтобы они в первую очередь были настолько звонкие, твердые, упругие. Чтобы было такое ощущение, что он вот-вот скоро лопнет. Тогда он, в принципе, должен быть спелый. Чтобы хвостик был сухой. Я знаю, чтобы желтезна была такая, трещинки такие небольшие. Ну, а по звуку я не умею определить. По звуку выбираю. И по корешку еще. И все, по звуку. Вы его посукаешь вот так. И он прямо это самое, отдает хорошо прям. Бом-бом-бом. Здравствуйте. А откуда арбузы? Здравствуйте. Большой крупный арбуз Казахстан. Мелкий, соль и лецкий. Какие вкуснее. Большой казахский арбуз. Он сахарный, сладкий. Соль и лецкий, красный. Тоже сладкий арбуз. Хороший там, как король. Хазрат Азимов на этом рынке – частый гость. Сегодня он собирается за Волгу. Отличный способ утолить жажду – съесть холодный арбуз. Он и накормит, и напоит, рассказывает Хазрат. Главное – правильно его выбрать. Я внимание обращаю, чтобы не мято, не треснутое было. Ну, и по звуку понимаю сам. Такой, как у барабана чуть-чуть. Такой стучишь, он такой хороший. При покупке полосатой ягоды нужно обращать внимание еще на несколько признаков. Во-первых, на земляное пятно. Оно должно быть одно – в идеале ярко-желтого цвета. Если оно белое – это первый признак незрелого плода. А вот сухой хвостик, на который ориентируется почти каждый второй покупатель, совсем не показатель. Некоторые уверены в том, что если у арбуза сухой хвост, значит, он наверняка спелый. Но это не всегда так. Обычно, когда хвост сильно сухой, это уже старый арбуз. Он может быть переспелый, если он плохо хранился, например, без холодильника. Это наверняка уже вялый арбуз внутри. Ну, хвостик должен быть слегка сухой, но лучше, конечно, зеленый. Также обращайте внимание на торговую точку. Если это рынок, то арбузы необходимо хранить патентом на специальных стеллажах или картоне. На товар у продавца обязательно должны быть документы. По словам специалистов, также не стоит брать половину арбуза или треснувший плод. И это небезопасно. Нельзя покупать арбузы частями. И не советуем просить продавца взрезать, чтобы попробовать арбуз. Так как арбуз содержит большое количество сахаров. И это очень хорошая питательная среда для микроорганизмов. Поэтому быстро они размножаются. Плюс арбузы хорошо впитывают и пыли, и соли тяжелых металлов, которые могут находиться в воздухе, в выхлопных газах автомобиля и так далее. Перед употреблением арбуз необходимо тщательно помыть. Частички пыли и грязи, находящиеся на кужуре, могут попасть внутрь плода. А такой ягодой легко отравиться. Знатоки говорят, спелый арбуз не тонет в воде. Давайте проверим наш. Сейчас будем купать нашего полосатого друга. Опускаем. Держится на воде. Значит, мы сделали правильный выбор. Режем арбуз. У спелого мякоть сочная, а при близком рассмотрении крупинчатая. Если срез гладкий и блестящий, арбуз или не дозрел, или уже начинает портиться. Свежий арбуз приятно пахнет, а вот любой неприятный запах с кислинкой должен насторожить. Такой арбуз лучше выбросить и не рисковать собственным здоровьем. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Вялость, сонливость и плохой аппетит. Как распознать солнечный удар и обезвоживание у четвероногих и чем можно помочь домашним питомцам в жару, расскажет Ксения Баканова. Как спастись от жары человеку, давно известно. Кто-то привык есть мороженое или отдыхать под кондиционером. А для кого-то лучший способ – искупаться. Кстати, речь не только о людях. Некоторые собаки никогда не могут преодолеть свой страх к воде. Однако эта история не про Марту. Полторы недели назад она самостоятельно поплыла. Теперь от этого занятия собаку не оторвать, рассказывает ее хозяйка Людмила Светова. Хотя раньше собака заходила в воду редко – лапы помочить. А вот кошка Ксюша и кот Бакси скрываются от жары дома. Любят поваляться в ванной, растянуться на подоконнике или отдыхать под кондиционером. Иногда коты и кошки требуют свободы, рассказывает хозяин пушистых Никита Витоха. Конечно, ему это доставляет немало хлопот. Но чего только не сделаешь ради любимых питомцев. Очень любит еще у меня кот выйти в подъезд, там поваляться, там у нас плитка. Ему, видать, прохладно, просто вообще в грязи вот этой пыли вывозится. Но после этого в любом случае идут уже водные процедуры, потому что он получается очень грязный, пыльный, без этого никуда. Еще один способ справиться с жарой – два-три раза в неделю вычесывать богатый мех четвероногих. Он помогает кошкам в терморегуляции. Если шерсть полностью удалить, станет только хуже. Кошка не только не почувствует облегчения, но и сможет заработать солнечный ожог и проблемы с кожей. От процедуры не все пушистики в восторге. Давай бока, Бакси, бока. Поэтому волос больше всего. По словам специалистов, жара негативно сказывается на здоровье домашних питомцев. Они становятся вялыми и уставшими, не могут найти себе места, им тяжело двигаться и дышать. Поэтому в этот период хозяевам следует более пристально следить за их состоянием. Чем меньше живот, тем больше он подвержен риску. Но, как правило, тепловые удары и теннель случаются именно на открытом воздухе. Если у вас животное не находится в закрытом помещении, где есть доступ прямых солнечных лучей, то ничего страшного случиться не должно. Животное, которое испытывает перегрев, легко узнать по следующим признакам, рассказывают специалисты. У него появляется отдышка, покраснение ушных раковин и вязкая слюна. При появлении этих симптомов животное нужно сразу перевести в прохладное место и напоить. Если состояние не улучшилось, обратиться к ветеринару. В жару главное – обильное питье. В паилке у питомца всегда должна быть свежая вода. Что касается прогулок, то их лучше перенести на более прохладное время суток, например, на раннее утро и поздний вечер. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. Это были главные события за прошедшую неделю. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова